Сотрудничество Азербайджана и России на протяжении более 25 лет успешно развивается и встреча президентов двух стран послужит его дальнейшему укреплению. У Баку и Москвы много совместных планов на будущее. Также есть необходимость в консультациях по вопросам региональной, мировой политики, двусторонним отношениям и безопасности в регионе. На встрече в Сочи главы государств искали пути решения текущих проблем. По мнению заместителя директора Российского института политических исследований Дарьи Гривцовой, встреча была неожиданной, что свидетельствует о ее срочности и важности. Встреча президентов Путина и Алиева в Сочи была неожиданной, о ней не было известно заранее. Это свидетельствует, скорее всего, о ее срочности и важности. Между президентами наших стран сложились не просто партнерские, но и дружеские отношения. И поэтому Ильхаму Алиеву важно донести точку зрения азербайджанского народа до Владимира Путина по вопросу решения конфликта в наборном Карабахе. Реакция общества на события, произошедшие в начале июля из-за обстрелов с армянской стороны, тогда погибли мирные азербайджанские жители, бабушка и ее двухлетняя внучка, свидетельствует о том, что азербайджанское общество не готово больше терпеть такой ситуации. Армия не устраивает нынешний статус-кво в Нагорном Карабахе. И дальше переговоров дело не движется. То есть, можно сказать, переговоры ради переговоров, а не ради решения проблемы. Взаимоотношения с нашим северным соседом, с Российской Федерацией, остаются в формате стратегического партнерства и будут развиваться и впредь. Это было подтверждено и на встрече между президентом Азербайджана и Россией, где были обсуждены вопросы как политического, экономического и регионального характера. Нам важна усиливающаяся роль России в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы хотели бы рассчитывать на то, что после этой встречи президент Российской Федерации усилит свою роль, сделает все необходимое для справедливого регулирования этого конфликта. Ведь не секрет, что, в принципе, Россия имеет достаточно серьезное влияние на Армению. И при желании, при активном таком вот давлении на Армению, этот вопрос мог бы уже хотя бы в какой-то степени получить свое разрешение. Продолжение следует...